Китайская теннисистка Тянька Инсун и Амелима Рызмо, играя первый матч открытого чемпионата Австралии сезона 2006 года, порадовали публику тем, что неожиданно китаянка выиграла первый сет со счетом 6-4. Но, правда, вот этот момент, который сейчас мы видим с вами на экране, счет 5-2 впереди Амелима Рызмо, и французенка рассчитывает на благоприятный исход в этой партии и на решающий сет как минимум. Ну, основания более чем достаточно. 0-15 на подачу Зум. Вторая подача. Тем временем на корте номер 2 Ива Карлович и Николай Давиденко играют тоже свой дебютный поединок здесь, в Мельбурне. К этому моменту счет по 4, и на подаче Карловича больше. Ну, все время мелькают цифры скорости полета мяча Карловича, превышающие 200 км в час, 213. Вот только что выполнил подачу Ива. Поэтому задача у Николая очень-очень непроста. Задача отразить атаки соперника, владивающим вот таким оружием в своем арсенале. Три брейкпоинта у Морезмо. 0-40 на подаче Сун. Как только не попадает Карлович в первую подачу, сразу возникает возможность у Николая Давиденко побороться за очко. Вот что сейчас он удачно исполняет ровно. Ну, а Китаянка проигрывает в очередной раз позиционно на выходе к сетке, уступая последний день во второй партии. Со счетом 6-2 сет выигрывает Амили Морезмо. И равенство в партиях 6-4 Сун и 6-2 Морезмо. Третья решающая партия нас ожидает с вами. Что можно сказать об этом поединке, который проходит отнюдь неровно? Вот, пожалуйста, вам статистика второго сета, который продолжался 40 минут. У Морезмо процентное соотношение выполнения первой подачи значительно ниже, чем у Китаянки. Но два эйса, одна двойная, количество выигранных очков больше и меньше невынужденных ошибок. Ну, вот это все сложив, получается, что количество очков за сет 36-22 в пользу Амили Морезмо. Ну, и счет 6-2, он, в общем-то, соответствует тем статистическим данным, которые у нас с вами перед глазами. А тем временем у Николая Давиденко брейк-поинт. Брейк-поинт на подаче Карловича меньше. И вот сейчас у Николая появляется реальная возможность выиграть необходимый гейм на подаче соперника. Сделать счет 5-4. Если это произойдет, то будет подача Николая Давиденко. И можно рассчитывать на завершение сета в свою пользу. Нет, не получилось. Отыгрывает брейк-поинт Ива Карлович. Счет становится ровно. Ну, и продолжается битва, в которой один старается, один из игроков, я имею в виду Ива Карловича, за счет своих мощных подач подавить сопротивление Давиденко. А тот контригрой приема подачи в первую очередь, нейтрализовать вот это сильное качество, приносящее много очков Карловичу. Амели Морезмо и Тянь-Тянь Сун. Третья решающая партия в этом матче первого круга. На ваших экранах команда Франции. Группа поддержки Амели Морезмо. Ну, как-то волнение на лицах Лейса Кортье. Вот правый крайний, это тренер Амели Морезмо. Вот Француженка возвращается, покидая Корт, приводя себя в порядок. Ну, и сейчас начнется третья решающая партия. Амели Морезмо посеяна здесь, на этом турнире, под третьим номером. Находится в нижней части турнирной таблицы. И так уже распорядился жребий, что Пирс и Морезмо находятся рядом. Но Морезмо в верхней четверти. И ее основными соперницами будет Шнидер. Мне так думается. Сафина, Мыскина, Вайдисова. Ну, и как там сложится дальше, ежели пройдет первый круг Амели Морезмо. Вот мы видим опять-таки команду французской теннисистки, которые, по-моему, обсуждают сыгранный только что завершившийся сет. А в нижней части турнирной таблицы, вот этой четверти низа сетки, Мэри Пирс, Ким Клистерс. У Пирс в непосредственной близости Звонарева или Хингис. А именно Хингис и Звонарева будут играть в первом круге. Здесь этот матч состоится сегодня. И вы смотрите этот матч в эфире телеканала «Спорт». Ориентировочный матч состоится где-то в районе 12-15. И здесь же Дэши, Скьявоне, Анна-Лена Гронефельд и Марион Бартоли. Ну, я назвал сеянных игроков в нижней четверти турнирной таблицы. Ну, вот мы видим, как настраивается на выход на корт для того, чтобы начать проведение решающей партии Амели Морозмо. Ну, судя по вот только что брошенному... Амели Морозмо.